ПЕСНЯ 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 Отец, наш обездный, благослови сие занятия, открой наш ум к разумению Святого Слова Твоего. Дай нам всем быть не только слушателями, но и исполнителями. ПЕСНЯ 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 Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнями духовными, пояя и воспевая в сердцах ваших Господу толкованием. ПЕСНЯ 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 Ибо тот поет псалму сердца, кто внимает тому, что поет. И заметь, после того, как очистил душу от горечи и прочих страстей, тогда убеждает нас исполняться Святым Духом. И не просто придет Святой Дух, но исполнит ваши сердца. А при существовании такого Света в нас и всякая другая добродетель будет легка и удобно исполнима. Опять так, опять к тому же и пришли на учение смирения и Духи Святого. Блаженный Попелактор, он уже был приехал на проповедов, а потом стал хеопископом. Приехал, когда его послали в Болгарию, а он уже грех. Там столько ересей, так ему тяжело было. Это мы говорим, Блаженный Попелактор, а он приехал, пастор, пастор там вся языческая. Она сейчас, вот только как она начинает, я не знаю, какие там большинство священников говорят какие-то проповеди. В любом месте, вот с середины, если она бывает записанная проповедь, с середины зайдешь и увидишь, что Микина. Бога не знает, это православная. Любую проповедь сперженную открою или ярло пести, с середины, с конца, с начала сразу видишь, человек держит в руках Библию. А у православных о чем? Вот на старой каусты, там где свечи. Люди идут, а там около остановки, кто-то пасеку держит, видимо, и привозит около остановки продавать свечи. Священник, братья и сестры, свечи благодатные только в храм, который покупают. На улице не покупайте. Ну хоть одно слово покажи, где Господь говорил свечи. Свечи нужны для того, чтобы икону закоптить, а потом нанимать людей, чтобы оттирали их и платить им. Это священники, они свои слова говорили. Ничего они не дают, они святейники, но если сегодня лампочку включить, она одна 10 свечей перегорит. Ярче свет будет. Вот я сегодня как раз такое письмо получил от человека. Я как раньше не замечал, а сейчас прямо вижу это. Пропой дают нас посмотрят, а я не сначала, а сразу скажу, православные. Понимаешь, Бога не знают. Если вот о чем-то мы говорим, скажи так, вопрос, а где это в Библии написано? Наши люди, которые интернет на сообщество, это редкое. Мы все сознаемся, что много знают люди других мест, но нигде этого нет, чтобы православные в основу ставили Слово Божие. И при том, какие разговоры там возьми, там одна ушатая сколько накидала. Вытаскивает проповеди, стихи, где так сказал Златоуст Василий Великий, блаженный ироним. Православные. Другие позвонят. Не православные это. Вот я здесь пишу в самом начале. Если человек не знает, кто это, то он скажет, это баптистская книга. Что значит петь псалмы? Что значит петь псалмы? Ну как петь? Не знаю. Мы же поем псалмы. Первые псалмы, которые не люди написали, а рука Божия, Дух Святой. Дай мне псалты. А как мы поем? А вот как поет, это я не пою. Потому что я не слышу глухое. Их поют, и очень сильно поют. Сколько возьми, помилуй меня Божию. Сколько таких есть? Блаженный человек, 124-й псалмов возьми. А вот я, который знаю, поют они. У нас все псалтырно читается на русском. Но если поется, то поется по самому. Потому что мы золотой середину избраем. К нам претензи, ни у какого, ни у митрополита там нету. А вот утром молитва, утром молитва. А? Утром молитва, утром молитва. Да, в пять часов. Псалмы не поются. Не поются, считают. А читают. А это не поверение. Это там, говорит, когда ее разбирали. Вот первый раз дает. А не то, что считать нельзя. Да, орень. Перья предназначены были. А, все не поется. Вот много поется. Пробуждение называется. Там баптицы. Там больше тысячи песнопений. Тысячи. Очень хорошие. Гори огонь. Всегда гори Господь. Написал храм, когда сидел в тюрьме. А что такое распевающие сатанинские песни? Это мирские песни. Это сатанинские песни? Мирские, которые восхваляют грех. Ну, возьми, допустим, дар. Сей-каразин. Только ночь. Солдаты его простые говорят. Только ночь. Княжной сирийской какой-то провожался. И сам на утро бабой стал. И он берет ее в охапку. Бросает через борт. На, там, в реках. Прими дар от казака. Дар от казака. Убийца. Невину изнасиловал и убил. Это такие песни поют. Это поется. Не кто-то гмыря поет. Там такой голос или как шалямина. Разбойники. А таких песней-то сколько? Это по порядку разбеди. Пойдем. В бой пойдем. Мы как один умрем в борьбе за это. Марселезы. А вот когда привычка вот была. Ну, человек жил-жил-жил-жил-жил-жил. Песни пел. Он привык эти песни петь. Да? Привык, чтобы люди слушали. Людям радовался. А как от этого отойти? Некоторые говорят. Ну, мирские песни это же тоже Бог. Это, там, Бог. На все, как говорится, ответ не дашь. Какую погоду. Какие шлепаться нам девать. Ты сам смотри. Что перед тобой? Кто? Как? Мне кажется порою, что солдаты С кровавых невернувшихся полей Не в землю нашу поливли когда-то, А превратились в белых журавей. И вот встает там, сидит там хворостовский, то и поется, и голову губернута. Он не думает, что умрет. А теперь что? Я полечу, оттуда вам крик сделаю. И он журу оставил, как будто бы глищанку взял, думал и там воскричался. Ну и сожгли там сейчас пепло с удовольствием. И у нас есть такая сестра, Можина Екатерина. Она стихи пишет. Талантливые пишет. И она написала, Витяна Зонавлеев, про мою географию. А по мотиву все остается то же самое. День Победы. День Победы. Как в костре потухший тайн и далек. Это на мое стихотворение? Нет. А на ваше? Нет, я не слышу. О, его поют на интернете и положат. Все. И не ангелы его нам принесли. А Господь умер за наши грехи. И Он победил. И воскресаем Иисус Христос воскрес. Смотри, Владимир. Ты можешь найти сразу. День Победы. Ну и дай мне. А покуда он будет спрад... Я хотел бы спросить перед этим. Что такое праздник Кущей? А, праздник Кущей. Что это такое? Кущей, что такое? Ну это шатры, палатки. Кущей. Это что-то в Кущей растет. Где на крыше? Крыша-то плоская. И они переходили туда на неделю. И все из домов поднимали к землеи. Чтобы вспомнить, как предки шли по пустыне. Это помогает. Это трава. Не думай просто так трава. Я вчера про Тау говорил. Сегодня. Это мы новую жизнь начинаем. Со старым грехом поконченным. В сорняхе Бог выбросил. Выбросил. Ну-ка. Интернет не работает. Понятно. Интернет не работает. Ну поехали дальше. Сестра. А? Сестра в вопрос. Ну за счет. Игнатий Тихонович. В отношении вот песен мирских. Николай Георгиевич имел в виду меня естественно. Потому что я всегда говорю. Если песня. Ой ты степь широкая. Или поле которое колосится пшеницей. Или мы воспеваем в песне. Все что создал Бог. Небо. Землю. Я говорю. Вот эти песни. Они как раз не сатанические. Для меня сатанические песни. Это вот тогда когда. Все это извращается. Идет. На вульгаризм. На что то такое. То что противно. И мерзко Богу. А это все. Если мы поем. О цветах. Кто создал? Цветущее поле. Господь. Вот. О яблонях. Которые цветут в садах. Но если я не права. И вы. Скажите. Пожалуйста. Братья. Сестры. Вот. А пределенность. Что всем удается. Усы разбирать. Запах. То есть так же. Ушами. Это песнопение. Просадает Бога. Или нет. Она не просадает. Она будет. Священник. И кто там еще. Возносы делает. Да конечно. Ну я слышал. Не евреи. Говорит. Псалмы. Написано. В стихотворной форме. Ага. И там. Я в светском завете. Первый. Он приходит. И. Женя. Убил. В язве. В язве. Что такое. Он. Прославляет. Убийство. Противника. В язве. В язве. В язве. В язве. В язве. В язве. Это нельзя было сделать. Кто это такое. Человек. У нас главное. Эта песня. Которая есть. Слава. Сы. Сколько мотивов. Шесть мотивов. Семь. Семь. Сейчас человеку давай сберут такие тонкости. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Божия. Богородица тоже поется Госчинаш поется И сколько мотивов Таран Так что пошли 20 стих Благодаря всегда за все Бога и Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа Толкование Всегда Не в покое только Но и в печали И не за плохое только Но и за прискорбное За то, что знаем И за то, чего не знаем Потому что все служит к нашему благодеянию Хотя мы и не сознаем этого И должно благодарить Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа То есть призывая Имя Господа Иисуса И обращаясь к Ему как к посреднику И благодеянию И самого благодарию Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа То есть призывая имя Господа Иисуса И обращаясь к Нему Как к посреднику и благодеянию И самого благодарения Поется чистейший филу Много поется в церкви Раньше-то пел Весь зал Вся церковь А сегодня Там поют Отцы молчи То есть у нас много изменено А если я буду петь Ну я почти шокотом-то пою тоже Верую поется Да Игнать Тихонович Я вот это первый раз Я вот это тут увидел Благодарите Отца Во имя Господа нашего Иисуса Христа То есть Благодарю Тебе Отец Небесный Во имя Господа нашего Иисуса Христа Я вот это выражение Не часто слышал Сейчас уже услышали Повторяйте его И все запомнится Нет Про себя-то я могу А вот услыши Ясно А вот когда молятся так И Не Духа Святого А в Духе Святого А мы не понимаем Во имя Отца и Сына и Святого Во имя Отца и Сына Во Святом Духе Это еретики так говорят Это надо только знать Я Когда вместе были Тогда Я сразу в коридор вышел Стал отдельно молиться А они показывали себя Мы так же понимаем И Троицу И все А когда вот эти славы Дух Святой Как личность Уходят Видите Это только опыт Дает тебе Право сказать Я знаю Я знаю много Святых Творений Которые И которые Поются Как Дух Там одна Поет Бегонетка Или как Она сама Суставила И сама Поет Дух Как Гори Ветром Туда Занесло И он Вырос Все Гори Выдержал А теперь Гори Немало Я вынес Столько сумел Заносчивый Дух Над ущельем Шумел Сверкнул Дух Волню Ударил Дух Гром И дух Пораженный Покрылся Огнем Священок Какой бы ты Силой Не обладал Как бы тебя Господь И спасал Это не твое Это он А о дубе Написал Напоются Люди И ясный Православный Православный Когда Где-то Что-то Даже Сравнив Никак Не Даже Священник Вдруг Такой Он Тянет Сейчас Нападение На одного Священника И У тебя Даже Достревает Интересно Этого Священника Я попросил Николая Астахова Встречу Устроить И подарить Книги И он Пять книг Моих Подарил И вскоре Показывают Интервью У него Духа Берут Библиотека Большая И мои Книги Пять Стоят Он останавливается На этом Стоят А он Говорит А Библии Как будто Нет А тут Выходит Прям с Библии Из лотаря Выходит И говорит Кто Выходит Как-то Ну прям Прочитал Может быть И так Что польза Нам от этих Книг Поэзии Прозвит Рассчитающие Излишне Извлекают Пользы Вот так День Победы Что Не ангелов Принесли Только Христос Умер За Эту 21 Повинуясь Друг 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 Страхе Божьем Толкование Вот опять Любовь Ибо из нее Простекает Повиновение Друг Друг Не по Мирским Или Человеческим Каким Либо Расчетам А в Страхе Божьем Ибо Повинующиеся Друг Друг Ради Бога Никогда Не впадут Соблазн И не Разойдутся Имея Такую Прочную Связь Встреливайся в это Николай Георгиевич Что считал Давайте вопрос Сейчас Вот это 21 стих Вы на занятиях Старайтесь Бодрыми Такими Быть Вот вопрос Он задает Я-то не слышал Олещение А С зрением Неверно Для меня Мелкое Повинуясь Друг Друг Страхе Божьем Ну Вот Толкование Вот опять Любовь Ибо Из нее Проистекает Повиновение Друг 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 Не По Мирским Или Человеческим Каким Нибудь Расчетам А в Страхе Божьем Ибо Повинующиеся Друг Друг Ради Бога Никогда Не впадут Соблазн И не Разойдутся Имея Такую Прочную Связь Понятно Преволюция Не потянется Вот Он Такой Это Вот Он Кто Хорошо Избрали Другого А Другой Это Такое Показал Что Бегу Того Вспоминал Первого Я Когда Место Писания Для себя Отметил Когда Беседовали С Протестантами Они Все Говорят О Любви А Страх Божьей Отсутствует Новый Завет Апостол Полюб Потеряет Все Время Только О Любви А Батюш Говорит Ты Покажи Любовь Сидишь Где Потому Что Лет 15 Находишься Если Ни Один Человек Ни Откуда Около 30 Человек Должны Приехать Люди Разные Разные У нас Приезжала Элея Павла Из Ливана На Прямую Уход Только Через Египет Принимал Крещение Был Из Италии Из Франции Из Германии Ну Что Считаем Украину Близлежащие Казахстан Загидулина Арахим Это Бог Делает Сколько Приезжали Слово Божие Живец И Вопросы Задают Мне Столько Накидали Вопросов Я Отвечать Буду Укусно Только Просто Не успеваю Открывать И Меня Интересует Вот Такое Где В Библии Об этом Написано Я Показал Молчок Опять Вопросы Один Я Забыл За неделю Разрешаю Один Вопрос Задавать У меня Об этом Сайте Я отвечаю Там На Четыре Тысячи Сто Двадцать Четыре Вопроса Сохранившихся Четыре Тысячи И Какие Вопросы На И Ответ Там Несколько Страниц Вот и Все А ты Савтра Прочитал Другому Дают Дают И Они В сайте Вико Доступны Разбиты На 15 Папок Сайт Ваши Тебе Дальше А вот Можно Вопрос Помянуть Друг Друг Из Практики Вот Сегодняшнего Дня Бытия Или же Из Практики Вашей В Общине Примеры Показать Повиновление Друг Другу Страхи Божьи Можно Ли Услышать От вас А от вас Можно услышать Пока Нет Пока Не знаю Батюшка Тебе назвал Вот Что-то Сделать А ты Тут Сразу Явился Приехал Все Тебя Не удержишь Ты Как Молодая Скапуль Уже Приехал Все Сделал Тебе Как Раз И Показывают Куда Поехали Надо Батюшке Это Ого Дело Что За Машиной Сидит И Сто Вот Приехал Сюда Ты Как Пример Ты Показываешь Все Да Я Еще Пример Поведу Вот Например У нас В общине Есть Старший Наблюдатель Брат Игорь Владимирович Там В той Общине Ему Тоже Повинуется Братья Потому Что Он Назначил Старшим Старшим Стархи Божьим То есть Если Старх Божьим Вмешь Ты Понял Его Избрали Как Начальствующего В храме Следить За Порядком Это Стархи Божьим Старшим 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 Облидает Здесь Точно Та же Есть Тетлю Выпоминаем Она Тоже За Порядком Смотрит В храме То есть Это Все Стархи Божьим Делается Ты Знаешь Господь Назначил Старшим Старшим Повинуешься Так Что Тут На своем Примере Вы Легко Морщик Показать Мы Сказали Надо Переехать Мы Сразу Переехали Сказали Да Там Та Таня Мигом Все Сделали Готов Приняли Сюда Может Другого Не уговаривали Канады Все Перекидали Наши Матрасы Сколько Сколько 300 тысяч Матрасов Что ли Больше 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 Матрасов Подушек Которые были У них У них Слезали В это Ну Тем Другие Места Распределили Вот И все Видите Тебя Спать И Поэтому Если Я Свободное Время Эти День Они Дальше День Кроме Пустили Дальше Спросили Что Можно Попасть Мы Там Дальше Брошили А На каком Расстоянии Там Шесть Человек И Везу Шесть Человек И Шесть Как Дальше Матрасы Подушки Одеяла Трубочки Там Много У нас Что Было Назим Там Мышей Нет А Здесь Зерно А Зерно Их Питание Так Все Пошли Дальше Пока Ладно Все 22 Жен Уповинуйте Своим Мужьям Как Господу Вот Теперь Возьми Вот Которые Замужие Сестры Я Не знаю Как Здесь Но Так Что Вот Она Сказала Но Она Нет Я Даже Не знаю Кто У нас Так А Думаю Она Что Угодно Сделает Чтоб Только По Е Было Толкование Недавно И не напрасно Павел Прилагает Увиде Рапечения О супружестве Ибо И Бог Отначал Особенно О нем Заботился Ибо Саддам Он Соединил Сестру Его Нет Больше Точек За что Я говорю Его Собственную Плодь Потом С размножением Рода И пределы Брака Расширил Чтобы Не заключить Любовь В тесные Границы Только Родственных Отношений Да и Жизнь Наша На супружестве Девушки Посему И говорит Жены Повинуйтесь Своим Нужья Ибо Если Согласен Будет Отличаться Супружество То и дети Будут Воспитаны Хорошо И слуги Будут Исполнять Свой долг И все Что касается Соседей Друзей Будет Хорошо Служите Жек Господь Как же В любом месте Написано Если Кто Не разлучится С женой И жена С мужем Тот Не может Следовать За мной Лука 14 26 Ведь Если Должно Служить Как Господу Как же Говорить Что Должно Разлучиться Ради Господа Потому Что Слово Как Не Везде Обозначает Совершенное Равенство Или Повинуйтесь Зная Что Служите Богу То есть Если Не для Мужа Собственно Но По крайней Мере Для Господа Ибо Если Противящийся Высшей Власти Противится По Велению Господа Тем Более Противящийся Мужам И Напротив Повинующийся Мужам Повинуется Господу Вот Пример Не такой Для нас Сильный Когда Подняли После Царя Муж Декабристы Сослали Пятерых Пенсия Казнили А эти Остались Они Должны Добиться Разрешения Официального А они Княжеские Дворянские Такие Они Непростые И Они Туда Прочили Все И Поездли К Мужам Знать Нам Историю Преподобия У Верующих Тут Ничего Особенно Потому Что Ради Христа Ради Христа Я Нахожусь Здесь Ради Христа Я Говорю Вот Это Ради Христа Готовы Встретить Люди Сколько Приезжают Прилетают Первого Снесла Первого Снесла На самом деле летят Интересно Поновать документы Священник А Характеристику Дает Священник Отказался Дать А теперь Он сюда Прилетает Крещение Прилетает Может Батюшка Дать Хороший Человек И Теперь Летит Вместе Священник 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 Это Все Зависит Оттого Насколько Высоко Ты Взял План Как Эти Когда Готовился Семинарист Скоро Выполагать И В сердце Столько Девушек Стоят Молятся Кланяются Чтобы Ее Заметили Что Она Машечка Будет Верующая Может Это Не так На самом Деле А Где Вот Такое Написано И Говорит Чтобы Воздумать Другие Без Гнева И Сомнения Она Ищет По Второму Закону Тимофея Написано Не Прошла Конкурс Два День Ты Зависит Давай Первый Тимофей Два День Напишите Спасибо Ну Я знаю Точно Так Мы У Него Были Учились Вместе Священнику Одному И Она Что-то На Него Сильно Так Была А Что Сделаешь Женился Я Ее Не Знал А Она Что Села И Ноги Слесила Как Ноже Распаз Легко Вы Видели Как Пришли Надо Развод Благословлял Да Коли Батя Что До Самой Смерти Видел Как Помнит Она А Вон Стоит Михаил А Мы Решили Вместе Нерасходиться И Что Я Отрекаюсь Сделать Врагом Церкви Согласны Развод Это Надо Придумать Так Было С Это Интересно Да Разводы Меньше Сколько Вам Сколько Вам Четыре В первые Четыре Года После Брака ЗАГСа Расписались В первые Четыре Года Разводов 84,6 Процента На Тысячу Браков 846 Разводов Вот И Все А Спрашивали Сколько Вы прожили Со Своей Настей Бабы Настей Дед Так Посчитал Сколько Да Уже Семьдесят лет Оба Старые Дети Ну А Как Так Все Вместе Почему Другой Другой Дети Мы Жизнь Повыли Когда Старые Там Самовары Не выбрасывали А ремонтировали Если у меня есть недостаток Предобейся Чтобы она слушалась И прочее А не так А я возьму А другая Наглаз А теперь Он ее несет На седьмой этаж Она на втором И спрашивается Можно я Сразу На шею Зарезу Вот И Все Мы благое Слышим Благое Делаем Если Мы Обращаемся Поехали Двадцать лет Потому что Муж Есть Глава Жене Как Христос Глава Церкви И Он Же Спасит Их Тело Представляет Основание Что Жены Должны Повиноваться И Основание Причины Любви Полагает В том Что Муж Замевает Женство Управителя И Побечителя Ибо Он Есть Глава Твоего Слова И Спаситель А Жена Местноподчиненная Ибо Она Есть Тело Как Христос Будучи Главой Церкви Печется О ней Охраняет Так И Муж Есть Охранитель Своего Тела То есть Своей Жены Как После Этого Не Должно Тело Подчиняться Главе Которое Печется И Охраняет Маленькими Шестями Если Надо Все Открывай И Увидишь Женщина Соревнователь Она Никак Не Может Понять Что Соревнователь Не Одет У 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 Заголовок Идет А Она Пристав Какой А Он Не Что Было Не Понятно Она И Он Показывает Как Жена Сержант Затерила Мужики Генерала Даже Вам поразить Нельзя В царское Время Было Такое Ни одного Случа Никогда Никто не знал Об этом Это же целое Государство Было Такого Не было И с детства Быть послушными Институт Благородный Там Учили Не тому Ну Надо Но Послушание Это Было Вот И здесь Не 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 Но Яснее То Что Выше Он Сказал Повинуйтесь Своим Ружьям Как Господу Так Жены Должны Повиноваться Мужья Как церковь Христу А церковь и жены Составляют То Как Христу Должна Повиноваться Жена Своему Мужу Каким Своей 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 Вылетают Голуби 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 Дрочливые Очень даже Неспокойные И Говорить Брать пример У меня бабушка Добрый пример Можно так Но сегодня Абсолютно Другая Она уже должна Переломить себя Сказал Без меня Компьютер Не открывай Занимайся Маленько Постучался Сошел В виде насмешки Ой А ты где будешь? Когда же я говорю В командировку уезжаю На неделю На неделю А я минут 15 назад только села То есть она неделю просидела Я же не знаю что просидела За компьютером Это же интересно В интернет Она не прибрала Наверное еще Но я только немножко 15 минут Неделю проведела А вот вы рассказывали это О ком-то рассказывали Когда Когда Жена Спрашивала Разрешение Вернее Нет Разрешение Да Жена спрашивала Разрешение Когда написала Письмо Отправить письмо Матери Если муж Не посмотрит Текст И поставит Аминь в конце Аминь Это было тогда? Так и должно быть А должно быть Или было так По-другому никак У меня Да Это досмотр Переписки Обязательно Ученик Который В лагере у меня Пишет и пишет Такое Я запретил Тогда без меня никак Как я цензую Поверяю Тогда отправлять Он написал Что тут даже Живому не остаться А когда приехал Ничего Этого не было А он уже взял Там еще В печати было Вот он за огородом Тут настолько вышел Отец Было или не было Не было Так что ж Я с работы Сорвался С тобой Возьмите его Обратно Болела моего Жена Обратно Не возьму В один раз Поверили Зачем с вами возиться Если я взял Я за него отвечаю Ребенка не может Наказать родителей Пока он у меня в лагере Никто Кроме меня Представь Это не два дня Я тебя оставил Тут у меня один А один момент был такой Когда на нас напали Лагерь закрывают А я его сам расформировал Расформировал Да, но Детей-то надо куда-то Я его по домам И Его отцу Дети Он А я сейчас за них должен Отвещать Ну ты что А кто за него будет Отвещать Если Ты взял себе Ну там Брат его тоже взял Мне надо Теперь вызвать Как автобус Где Детей можно возить Пристегивать А как же Я за них отвечаю У меня дети В среднем С обслугой Было 189 45 лет Ни одного Несчастного Случа А дети Где тут Определенный день Там В среду По березам Лазит Каждый день До шести раз Купаются Ни один не утонул Ни один не разбился Маленько надо смотреть А почему дисциплина Велосипеды специально у меня были Ребятишки катаются Один смотрит Чтобы он Не заехал Где его не верят Все время Под контролем Вот у меня приезжает Представь себе Профессор Психологии И сидит Там Наблюдает Где ученики играют Где обедают Она все пишет И пишет А где вы вот этому учились Я посмотрел Это Ложаться спать Не этого слова Говорить нельзя Это в общежитиях В Англии Два раза нарушил правила Лишается права общежития Я их предупреждаю Но дети Смотри как босиком ходят Там Бывают колючие То другое Ничего Больного нету А культурное лечение Называется Через ноги Вот там У большого пальца Если Вот бывает Сырая погода И ходили там Скотина А потом она когда высушит И ты идешь как по иголкам И она давит тебя Она находит Вот большим пальцем Это легкие Рядом почки А где знать Не надо знать Тихоняк Он найдет свое место И вот Детям рассказываем Откуда это терпение А у Это японцев Канзю Это национальный пункт Не стонатель А у нас даже вот ее Ну начнешь Ну что ж ты Голосом Ты уже загоняешь человека В больницу Никогда Вот стоматология показывает Ребенок Уже Три раза Возила И каждый раз Возвращалась Ребенок не дается И все больно Ну мать пишет В нашем сообществе А у них так Вот он сидит Уже Уже Больно Зуб Он Начинает Дергаться А она А где твое Канзю Канзю Какой-то Ребенок Уже Уже Признаков Лук Без Статья Уже 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 Канзю Уже 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 Святы Если Уже убедились Ее Уже Уже 士 Уже и потерпел, что-нибудь ради нее не упрекай, потому что и Христос не упрекает Церковь. Как тут заказать? Не упрекает. Упрекает. Христос не упрекает Церковь. Не избрал ли я вас, а теперь я показываю, откуда люди пошли, что от крыльного осталось. Если женщина, если Бога верила в Бога, было бы и Бога. Сказал, если не встречайся, не ходи. И ходить-то не может, а сядок лететься куда-то. Никак, это просто попустить, подкопнущить-то будет. Тут надо все это. Относительно вопроса в монахе к женщине и мужчине, он монах. Тут надо смотреть, знает он эту жизнь или нет. Она на свое настаивает. А я пойду работать. А работа такая, нехорошая. А меня приглашают. Я курсы в авиологию прошла, то есть разврата. И она не слушает. А что делать? Если смотреть по слову Божию на место. А я тогда к маме уйду. Вот у нас у одного потеряют, из севера лебедишек. Ну иначе еще. И все это развела, и дети. Всех она один день. Дети перешли кто куда. С их танком, там какие-то. То что означает? Не покорилась. В том, нельзя по-задумному. Не поет сразу. Так вот еще она по столбам, тут 12 км, видишь, уже пошла к матери туда. Я уже сколько работал с ней и говорил, что ей полезно. Это с детства она в такой семье была. Моя мать-то ее баба-то еще и любит выпить. Это вообще нечто. А он один живет сейчас здесь. Она никак не оправдается. Мы каждый день о ней молимся. Вот сколько раз утром молимся, сколько раз я ее поминаю. Ну и что? Ничего. Господь покажет. Так смотри, Николай, недорогие. Так, еще что. Еще 13 минут еще. Притом подчиняться намного легче, чем давать указание. Так, дал, я отвечаю. А она не по силам ответственность на мне. А ей по силам дал вот это. Ну она и должна делать это. Я не могу. А, не можешь. А это неправда. Ходить не могу. Я не могу. Я не могу. А одна поволоклась куда не надо. Сколько ни говорю, нет. С голубят не смотрю. У соседа уже. Наверное ранее что-то там было больно. А зачем тебе это надо? На зарече не следить. Я хозяин, я должен. Нанести до неба или как-нибудь. А просто так, как сказал, все святые подарили для него. А ты помнишь, что то, что она тебя огорчает, это... А иногда бывает просто буйное веснование. Тут ни о каком не годится даже. Как заведуешь неженатому. А нет. Влаженность левого нервиша, сосы не питавших. Время степотует. И зимой да не будет этого бегства. Это не исключается. И выход только один. Спасатель. Это все настолько временное, что даже сказать трудно. Это все отмеркнуло, исчезло. Здесь жили люди, потеряли. И ни одного нету. Так не было двадцать лет пустых. Пустых. Воробина мыши. У нас такая была и батюшка, об этом я думал. Свои приезжают. Ну, нам будет легче, мы друг друга знаем. А оказалось, что свои самые негодные. Самые некудышные. А Господь дает силу переносить. В каждой строчке «Амин» не скажешь. Здесь они иногда говорили. Вот монашество – это золото, это другое. Где он брал? Вот притчу любую возьми. А где монашество притча? То есть притча – это подробный дом, в котором человек запился от мира, никого не пускает. Нет такой притчи. Если брать вам внимание. Вы же все эти, все эти упалы при дороге. Не на крышу же упало. А при дороге, там где все это агенти, мысли, радио, телевидение, там уже утоптано все. Я бы хотел заняться чем-то, а иногда просто отвлекаешься на это дело. Но опять же, я вот когда говорю, как не на работу идти. Все свалило такое вот. Я согласился, и она в это время начинает, что вот там-то в церкви такой-то, бабка-то такая. Я сказала, никого больше не ловить. Уже 20 человек, уже ложиться в регию. Я списать купил квартиру. Прямо около сверху. Когда она в церкви была. А это свое. Я сказал, даже больше не надо, ни под каким видом, никак. А ей нельзя начать. У меня что-то даже не выпало. Я тогда сразу встал в уголок. Молился. Молился, стою рядом, молился. В смысле, опять за солнце. Она опять начинает спустить. И опять встал, помолился. Гляжу, стоит рядом. Я тогда больше не сажусь. Пошел на работу. На работу далеко, а я тоже бегу. Я бегу за трамвай. А идем на голову, я на голову. Он останавливается, а это время пропущено. Я бегу. Пять остановок, я не платил деньги. Три копейки стоило. Я очень экономный был. Потому что, а она переживает, теперь я не пообеду. А работа тяжелая. И назад вверх. А то, когда я глухо ем, рот закрытый, я еще не оттуда крышу. Вот я говорю, что в своей жизни показывается в практике, как. Так. А ребенок, когда привозят, и он так себя ведет. У меня наказание было физическое. Вот это вот, что с ней все время мочится кричит. Ребенок. Я думаю, я бы через неделю его направил. Но меня не просят. А мне нельзя. Нельзя. Будет сразу недоброе. А он, короче, не поймет. Он за стол садится. А раз за три за время и рыб их поплачет. Татьянец. Во время службы, как сверчок, тарахтить так далее. Надо быть ближе к Богу, как тебе Господи угодно. А не то, что я там читал, я буду подражать где-то. А ты на практике. Нет, ничего не читал. Господи, а как я должен поступить? Вот так. Не каждому все скажешь. А если ему скажешь, а вот такое дело, я уведу. Это тоже никуда не годится. Есть общее дело. Ты ищи меня от него не оторвешь. Дело Божье. А у вас было так, что не так, а теперь бросить. И то, что не было. Даже мы быстрее когда-нибудь. Я ставил, я работал, у меня выработка 280 процентов. 300. Я ставил тут сестру. В лагере. В лесу. Мы нарабатываем там часы, что я не буду неделю сюда прибыть. А мне ставят часы. И она как раз будет по бригаде. Гляжу, которую сестру там оставляла с детьми, она идет скотонкой. Я говорю, Боря, ты что делаешь скотонку? Да они такие. Ну это дети собраны. Они такие развратные слова говорят. А ты что сказал? Еще сказал. Надо здесь под стеклами забраться. Я отвечаю за каждого. А она спокойно пошла домой. Пойдет Богу молиться в храм стоять. А у меня еще часов нет. И я бросить не могу. И я весь стук потеряю. Ой, ой, ой. А тогда были шоколи. Надо из камыша. А там одна спичка все ходила. Столько у меня переживаний было с этим лагерем. А сейчас никто ее не знает. Это видит только у меня. Что от ребенка при мне ногу повредил. А почему повредил? Я ей говорю. Я тут стою. На берегу она должна три раза перекреститься. И я благословил ей быть. Она не благословляясь прыгнула. Прям прыгнула. А там береза под водой. И она ногу-то распорола. Теперь ее на плече обратно неси. Готовится замуж теперь она. За наших потерянцев. Вот такое дело. Ну, любое, где ты не посмотри, везде надо к этому подойти. Вот этот на руках, который есть, его еще никто не портит. Он более открытый или никак. Ну-ка. Ну, ладно. Двадцать шестой стих. Чтобы осветить ее, очистив баню водным посредством слова. Плакование. Итак, она была порочна, нечиста и безвидна. Но он не возгнушался ей. Так и ты не внушайся своей женой. Хотя бы она была безобразной, ничего не стоило. А что церковь была безобразной? Послушай, вы некогда были тьмой. А что темнее тьмы? Служили злобе и завистью. А что может быть более нечистым? Непослушным, неразумным, даже благопульным. А что может быть грустнее этого? И однако он предал себя за нее, как если бы она была прекрасной и чудной, и очистил баню водным, то есть крещением. Впосредством слова. Какого? Во имя Отца, Сыны и Святого Духа. Ну давайте практически как это. Новое совершенно не по нашему мире идет. А у тебя главная цель – небо. И все вопросы, все туда надо направлять. Вот сейчас сказали, что где-то после первого начнут подъезжать. Сразу 30 человек. Да 30 человек! У меня все готово. Тут враг все сломал. И теперь как все сделать? Мы вчера уже ночью, ночью приблизились. Сейчас надо все подготовить, два раз приблизили, а теперь надо все это делать. Я не говорю о питании, о снах. Люди готовятся к окрещению. А который делает это злодейство, он даже не думает. Это не обычные игры. А для меня все вопрос на вопрос. Как делать так? Хорошо. А было и нет. А когда я готовился к окрещению, об этом вещи делал. Как поступить? И Бог внезапно одно дело раздваивает. Сейчас когда люди приезжают, я сразу все докладываю. У меня документы и все. И поэтому посмотрим. Может быть приедет одни из их юристов работают. Посмотрим. Я свое вне ищу. Я развращаюсь в свое только. Свое вне. Вот я и делаю вчера. Мы еще делаем выигры. Обещаем за людей как. Второе этажное расстроение. Вот так вот. Вот так. Одинаково. А другое совещание нет. На нет спроса нет. Если ты не сеешь, то выражай к тебе не придет. А если я сею, то на 50. То ли будет, то ли нет. А если еще нет. А тебя это делают. Боросят. Я не то что не бросил. Даже мыслей этого нет. Прилетают где-то. Я одного не принимаю. Потому что он должен был в семинарии готовиться. А так как священник ему характеристику не дает. Он говорит, а на будущий год я вам батюшку спрошу. Я обранирован на будущее. А она еще батюшку спросила. Он может дать. И теперь этот человек прилетает вместе с Вячеславом. Который у нас не окончен еще партнер. Который в преддании готовится. Они в это работают здесь. И люди, которые новые пришли, с ними надо работать. 59 полотен. Все это не прикажешь. Оно полотится. Ну вот разу не снишь. А потом днем, когда снимаешь. И тише. Достойно. 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 Херчан. Достойно. Слава Тебе, милостярный Создатель, Истышенное Слово Твоего истолкования, Сохрани в наших сердцах, Помоги нам быть исполнителями, Не только слушателями. Тебе, Боже, слава, отецственности, Твой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.